Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ведущий Рустам Вафин, журналист. И в гостях у нас сегодня Михаил Искандерович Ягафаров, кандидат химических наук, сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Название, которое я сейчас не произнесу, я предоставлю это возможность своему гостю. Как называется ваша лаборатория? Лаборатория сверхбыстрой калориметрии. Да, вот эту фразу, которую мой язык, к сожалению, не способен выговорить после нескольких попыток. Представитель химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Самый молодой кандидат наук в КФУ. Я так понимаю, диссертацию защитили в 22 года. Что, в общем-то, лично для меня сразу такие отсылы к эпохе 19 века, 18, когда очень молодые люди становились докторами, кандидатами. Тот же Лобачевский, 26 лет, основные свои работы заложил. Вот. И в этом смысле такая очень приятная традиция, на самом деле. А сейчас я хочу вот о чем всего начать. Полгода назад Михаил защитил диссертацию, название которой для ушей неподготовленного зрителя прозвучит совершеннейшей абракатаброй. Я попытаюсь сейчас прочитать название. Вот. Если я ошибусь, вы меня поправите. Соотношение между энтальпиями плавления и растворением ароматических соединений и температурная зависимость энтальпии плавления. Ну, у вас все получилось. Да. Если честно, я сам слава представляю, что означает этот набор звукообразных звуков. Вот. Но по оценкам экспертов, работа Михаила позволила решить научную проблему, над которой фундаментальная химия билась почти 200 лет. То есть 200 лет – это, по сути, с момента своего основания. Другими словами, в лице Михаила, в лице нашего гостя, мы здесь у нас в студии, как бы вскопарно ни прозвучали слова, мы имеем восходящую звезду отечественной науки, которой, впрочем, еще предстоит испытание, в том числе и медными трубами, и которыми, я надеюсь, Михаил с честью выдержит. И первый мой вопрос, я подозреваю, ответ на него будет сложен, но все-таки мы попробуем. Он касается вашей научной работы. Чем заключается проблема, над которой химия билась со дня своего основания, которую вы решили? Давайте на этом сначала сконцентрируемся. Вы говорите, что 200 лет не могли решить проблему. Действительно, проблема абсолютно фундаментальна. И действительно, она существовала с начала химической науки, с момента, когда фактически появилась термодинамика. Но вообще, откуда пошла термодинамика? Она появилась лет за паровым двигателем, когда людям было необходимо предсказывать, сколько работы можно получить, сообщив определенное количество теплоты рабочему газу или водяному пару. Вокруг вот этой науки о том, как заставлять работать паровые двигатели, появилась затем химическая термодинамика. Я сейчас приведу пример, который, может быть, будет более понятен зрителям, знакомым с физикой. Достаточно хорошо изучено кристаллическое и газообразное состояние вещества. Например, теория теплоемкости газов уже есть с XIX века. В школе фактически дают представление о том, как зависит теплоемкость газа от степеней свободы молекулы. Теория теплоемкости кристаллического тела разработана подробно, уже достаточно Эйнштейном и Дебайем. И вслед за ними более сложные работы, конечно, проводились в отношении более сложных молекулярных кристаллов, но так или иначе, понимание было заложено уже в начале XX века. Вопрос об энтальпии плавления фактически затрагивает состояние жидкости. Разумеется, люди пытались формально описать термознамические параметры жидкой фазы, но несмотря на огромное количество работ, которые в этом направлении проводилось, ни в XIX веке, ни в XX веке, ни сейчас каких-то общих решений достичь не удалось. То есть я правильно понимаю, что химия, физика твердого тела, фазовые переходы, состояние, и газообразно все понятно. То есть уже теория проработана. А между ними состояние жидкости вещества. Да, гораздо хуже. Здесь идет провал. Это провал, лакуна, которую вы закрыли или пытались закрыть. Мы сделали, на наш взгляд, важнейшие шаги в направлении, чтобы ее закрыть. Вы соревнуетесь с Эйнштейном и теми великими химиками, физиками, которые разрабатывали теорию газов. Да, но я надеюсь, что это не будет звучать очень прензенциозно. Это звучит очень красиво и прензенциозно. По крайней мере, красиво звучит. То есть мы делаем шаги в этом направлении, и я верю, что у нас действительно получится. Ну, и то, что мы уже сделали, это уже очень-очень важно. Ну, собственно, что мы сделали? Давайте я подробнее расскажу, в чем заключается моя работа. Для этого, пожалуй, мне придется просто рассказать весь свой путь. На первом курсе я оказался в конце восьмого класса в связи с Олимпиадами, но об этом, наверное, позже. На первом курсе я, в принципе, предполагалось, что я буду заниматься проблемами денатурации и фолдинга белков. Ну, то есть тема совсем другая, тоже очень-очень актуальна, более современная. Понятно, фармацевтика, биология, все это очень популярно в современных химических исследованиях. Читал я книжки, смотрел, какие физико-химические методы есть для исследования этих проблем. Но где-то к началу второго курса я мельком услышал, как мои будущие коллеги, как раз Борис Николаевич, Руслан Нагриманов, с которым я работал вместе, они обсуждали, что энтальпия плавления не зависит от температуры. Я подумал, что это нонсенс какой-то. Потому что что такое энтальпия плавления, я повторю, это теплота необходимая, чтобы расплавить вещество. Температура плавления у вещества только одна. Так что какая может быть зависимость у энтальпии плавления от температуры, если процесс происходит при единственной температуре? Ну что за глупость? Я подошел, стал спрашивать поверхностно, немного понял, в чем суть, ну и забросил этот вопрос. Продолжил читать про белки. Но вообще-то мысль осталась у меня в голове, потому что все, что парадоксально, оно привлекает внимание. Спустя где-то полгода, в середине второго курса, у нас с Борисом Николаевичем был разговор, что хорошо бы мне начать поближе заниматься научными исследованиями, и он предложил как раз заняться вплотную этим вопросом о температурной зависимости энтальпии плавления. Ну и в чем, собственно, идея? Как возникла эта мысль, что энтальпия плавления не зависит от температуры, которая впоследствии оказалась не совсем верной? У нас лаборатория, вообще в ней очень значимый вклад в науку был сделан благодаря эксперименту по калориометрии растворения. Калориометрия растворения изучена, ну это техника экспериментальная, которая позволяет определять теплоту, с которой вещество растворяется в каком-то жидком растворителе. Ну, вспомним, например, грелки, грелки с солью, которые нажмешь на них, они разогреваются за счет того, что в них соль кристаллизуется. А потом можно наоборот, при растворении соли, они наоборот охлаждаются. Ну что происходит? При кристаллизации выделяется теплота, а при растворении процесс обратный, теплота поглощается. Почему она поглощается? Потому что нужно забрать энергию извне, чтобы разорвать кристаллическую решетку. При этом соль переходит в раствор, фактически в жидкое состояние. Плавление — процесс похожий. Тоже кристалл переходит в жидкое состояние. Чтобы разрушить кристаллическую решетку, нужно сообщить какое-то тепло. То есть вот эти два процесса между собой весьма похожи. Их можно связать с помощью фундаментальных законов термотинамики. То есть, согласно первому началу, можно сказать, что энтальпию растворения кристаллической фазы можно представить как сумму энтальпии плавления ровно при тех же условиях и энтальпии растворения образующегося расплава. То есть мы можем представить цикл, что кристалл плавится, переходит в жидкость. Мы можем заменить слово энтальпии на какую-то более для наших зрителей. Потому что я подозреваю, что они в этот момент просто разные и выпадают. Ну, попробуем. Да, я просто автоматически говорю, потому что я уже много раз делал такие доклады и просто тяжело отвлечься. Вы всегда можете ставить знак «равно» между энтальпией и теплотой. Между ними есть определенные различия, но я не буду в них вдаваться. То есть, да, теплоту растворения можно представить как сумму теплоты плавления и растворения образующегося расплава в том же растворителе. Ровно при тех же условиях. Вот. И у нас еще до того, как я познакомился с лабораторией, обнаружили, что теплоты растворения ароматических соединений бензоля в подобном растворителе приблизительно равны энтальпиям плавления при температурах плавления. Что дало основание полагать, что теплота плавления слабо зависит от температуры. Ну, я продолжил эти эксперименты, то есть пришел я в лабораторию, стал читать статьи коллег, стал выполнять эксперименты по калориематрии растворения уже в марте. Я под руководством Бориса Николаевича и Руслана Нагриманова написал первую статью. В марте какого года? В марте это было, ну то есть это было на франкурсе у меня, это было в марте 2016 года. А где-то к концу 2016 года у меня стало формироваться представление, что все-таки зависимость теплоты плавления от температуры есть. Сложились представления и понимания о том, как определять эту температурную зависимость, разницу между теплотой плавления при температуре плавления и при комнатной температуре. И пришлось доносить это научному руководителю, потому что он поначалу не принял этого вывода. То есть ему хотелось, чтобы был феномен, что теплота плавления не зависит от температуры. Все-таки она зависела, и это в конечном счете оказалось даже более интересно. И в ходе наших дискуссий уже, получается, к середине, к концу третьего курса, родились очертания диссертационной работы. Поэтому, собственно, и получилось, что ее получилось очень быстро защитить. Во-первых, я на химфаке оказался очень рано. Реально в девятом классе я занимался тут олимпиадами, программу проходил. Очень удачно получилось, что уже к середине третьего курса мы с научным руководителем сформировали тезисы, план работы. Дальше я докладывал эту работу, разумеется, много где и за рубежом, и у нас, в том числе в университете Ростока, с которым мы предварительно до этого выиграли Мегагранд по теме как раз-то сверхбыстрая калориометрия, появилась идея выполнять прямые эксперименты по сверхбыстрой калориометрии, чтобы зафиксировать теплоемкость жидкости ниже точки плавления. И об этом надо отдельно тоже поговорить. И вот после всего этого, к концу пятого курса, я начал писать диссертацию. Как правило, результаты открытий в этой сфере очень нескоро доходят до практического применения. И в этом связи меня всегда вспоминают знаменитую историю с Майклом Фарадеем, которая случилась в начале 19 века. Майкл Фарадей – это великий британский физик-экспериментатор, который открыл принципы электромагнитной индукции, принципы работы электродвигателя, создал первый электродвигатель. И поначалу, это было начало 19 века, век паровых машин-то толком не было, паровозов еще только-только появились. И на его открытие, несмотря на то, что был действительно триумф научный, он был очень признан, быстро признан, молодым человеком тоже. На его лекции собирались большие залы. Но его открытие рассматривали как диковинку. Диковинку, который реально практически применение, они не знали, как это применить человечество тогда. И будучи уже знаменитостью, став знаменитостью, он встретился с министром финансов Британской империи. И тот сказал, что все классно, все здорово, но когда мы эти вещи сможем увидеть в практическом применении. Он говорит, сэр, я не знаю, когда это все заработает в нашей обычной жизни, но я уверен, что через 50 лет вы с этого будете брать налоги. И у меня такой вопрос. Через сколько лет будут собрать налоги с вашего открытия? То есть, когда это войдет, при каких условиях это войдет, что должно измениться в мире, в технологиях, чтобы вот это открытие, эта теория влияния тепла на жидкость, правильно я понимаю? Скажем, что так. Да, если очень упрощенно говорить. Когда она будет использована при разработке, я не знаю, космических кораблей, автомобилей, каких-то материалов. Это можно, в общем, предсказать? И вот этот футурм можно обрисовать тот мир, где ваше открытие будет востребовано не только в научных кругах. Вот вы же объяснили, что, например, влияние температуры на газы возникло из очень прикладной потребности. Надо было рассчитывать паровые машины. Их мощности, их клапана предохранительные, масса технических параметров, которые им были нужны. Там высокое давление, там рабочие механизмы. Когда жидкости, вот эта теория тепла и отношения к жидкостям будет востребована в мире, в технологиях, в обществе, в науке? Давайте я сначала так скажу. Я не хотел бы сходу спекулировать на тему того, через сколько десятков лет налоги начнутся. Действительно, работа фундаментальная. И не в том смысле, в котором часто говорят, что фундаментальные работы противопоставляют прикладным. Я бы не стал противопоставлять фундаментальные работы прикладным. Фундаментальные работы позволяют узнавать новое о том, как устроена природа. Они не просто нацелены изначально на то, чтобы получить конкретный практический результат. Они их делают из любопытства. Я занимался своей диссертацией, прежде всего, потому что мне было безумно интересно, что же такое происходит с энтальпией плавления при другой температуре. Я проходил через стадии неприятия, я проходил через стадии какого-то диссонанса компенсивного, потому что я не представлял, как вообще можно ставить такую задачу. Потом возникали какие-то парадоксы, какие-то термозномические парадоксы. Все это было для меня безумно интересно. С этой точки зрения фундаментальные исследования имеют образовательную ценность. Когда я, такие как я, студенты, аспиранты, научные сотрудники занимаются фундаментальными исследованиями, они обогащают свои знания, свое умение мыслить, свое умение решать научные задачи. И будучи обогащенными этими знаниями, насколько я представляю, научные сотрудники в последующем гораздо проще могут подходить и к прикладным исследованиям, ставить более четкие задачи, более эффективно заниматься наукой на всех уровнях, более эффективно преподавать. Разве это не практический выхлоп? Это очень мощный практический выхлоп. Теперь ближе к делу. Фундаментальные исследования, тот вопрос, на который мы ответили теперь конкретно, о том, какова температурная зависимость энтальпии плавления, то, что мы в перспективе хотим решить, о том, как влияет структура молекул на величину энтальпии плавления и на их теплоемкость. Эти вопросы связаны сразу с несколькими вещами. Во-первых, это скорость кристаллизации. Я приведу такой пример. Мы знаем, что полимеры отличаются от большинства веществ своей эластичностью. Большинство полимеров производятся в полностью аморном, полностью кристаллическом или частично кристаллическом состоянии. То есть при производстве полимеров важно, что их кристалличность, то есть разновесие между жидкой и кристаллической фазой определяет их свойства. Например, в зависимости от того, какая доля кристаллов будет в полиэтилен-серифталате, он может быть более или менее прозрачным. Или в зависимости от степени кристалличности может меняться прочность полимеров. Также морфология, то есть форма кристаллов и их размеры, она тоже определяет прочность не только полимеров, но и, например, металлов. Когда закаливают расплавы металлов, может получиться один крупный кристалл, один крупный кристалл будет гораздо более крупным. Скорость кристаллизации определяет вопросы морфологии, вопросы кристалличности, режим охлаждения, который мы должны вести при производстве частично кристаллических материалов. Понятно, что термознамикоплавление как процесс обратного кристаллизации служит базисом для описания скорости. Это вопрос предсказания скорости, четкого моделирования того, каким образом кристаллизуются материалы. То есть, зная температурные зависимости от энтропии, зная теплоемкости, можно спокойно изучать кристаллизацию, экстраполировать результаты на какие-то, предсказывать, как ведет себя материал. Правильно я понимаю. Я сейчас такой пример приведу. Например, металлы. Закалка металлов. Первая ассоциация – это производство танковой брони. Т.е. опускают металлические корпуса, башни, сначала нагревают, потом их охлаждают особым образом, чтобы внешняя поверхность была закалена, так называемая. Вот предупредит дополнительная стойкость и прочие вещи. Я правильно понимаю, что, используя вашу теорию, можно более точно предсказать, что нужно делать с этими заготовками, чтобы закалка была качественнее, чтобы сплав был надежнее, возможно. Правильно понимаю? Да, это кирпичик в то, чтобы предсказывать четко температурный режим, например. То есть, вооружившись в вашей теории, чем вы занимаетесь в вашем институте, инженер, который занимается этим производством корпусным или закалкой брони или закалкой других предметов, он может рассчитать и сказать, что там нужна такая температура масла в котором или в чем они охлаждают. Именно такая, ни на градус, ни на полградуса, ни больше, ни меньше. Вот это будет идеальное состояние. Правильно я понимаю? То есть, если раньше это было методом проб и ошибок тыками, то сейчас с помощью вашей теории можно такие вещи рассчитывать. Да, у вас очень четко получилось это описать максимально близко. Я только уточню, что нашим объектом исследования были органические соединения, но идея точно та же. Идея точно та же. И теория, в общем-то, может быть распространена впоследствии на металлы. То же самое с полимерами. Тоже четко надо знать, на какой температуре их охлаждать. К вам может подойти представитель Казань-Курсинтеза или нефтехима, да, и сказать, вот мы занимаемся полимерами, нам нужен полимер таких качеств. Вы прикладывая свою теорию, говорите, ребят, вам нужно то-то, 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 то-то. Да, в перспективе это именно так должно быть. То есть, ну это очень серьезная заявка на налоги в будущем собирания с этой теорией. Да. Ну это, собственно, то, чем наши коллеги занимаются, и то, что мы хотели бы тоже вложить в усилия. То есть, да. По поводу еще органических молекул, которыми мы непосредственно занимаемся, тоже расскажу проблему. Опять-таки, надо вот так сказать, что мы занимались именно фундаментальной проблемой, которая лежит под всем этим. У нас, например, есть коллеги, которые занимаются непосредственно тем, о чем я говорю. Вот я работаю с вербыстрой-калометрией, и есть у нас группа в этой же лаборатории, которая занимается проблемами полимеров, и которым, безусловно, нужно знать все эти вопросы термодинамики их плавления, кристаллизации. Есть еще одна группа, которая занимается аморфными лекарствами. Что такое аморфные лекарства? Ну, сейчас миллионы молекул тестируются каждый год на то, чтобы быть реально выпущенными препаратами. Миллионы молекул реально должны иметь какую-то биологическую активность. Но есть большая проблема. 90 или даже 99% из тех, что предсказываются как имеющие биологическую активность, в конечном счете плохо растворяются в воде, и их нельзя просто принять внутрь. Соответственно, решение — это производить легко растворимые формы. А именно, суспензии с полимерной матрицей аморфной или просто полная аморфизация лекарства, то есть перевод в застывшее состояние. Застывшее, жидкое, аморфное состояние лекарства. В такой форме лекарство легко будет растворяться, даже если оно изначально должно раствориться плохо в кристаллической фазе. Как раз-то скорость кристаллизации такого аморфного препарата тоже будет определять его срок годности. Потому что аморфные препараты, будучи нестабильной фазой, склонны к тому, чтобы постепенно переходить в кристалл. Кристаллическая фаза будет плохо растворяться. И вот в связи с этим тоже важны вопросы о скорости кристаллизации. То есть какая тут самая известная такая эмульсия, которая в лекарственных препаратах от боли в желудке есть очень известный гастал, что ли? Правильно понимаешь, что если эта эмульсия полежит у тебя в пакетике год в холодильнике, то через год ты достанешь и там будет просто окаменелое состояние. Как раз вы занимаетесь или ваши работы позволяют в будущем четко знать, какой срок у этого лекарства хранения. Правильно понимаю? Да. Другой вопрос – это то, что мои изыскания позволяют гораздо точнее, по сравнению с существующими подходами, предсказывать растворимость препаратов. То есть вы получили молекулу, очень легко можно измерить ее теплоту плавления. Взять, нагреть. В общем, это элементарный эксперимент. Зная теплоту плавления, зная температуру и температуру на зависимости от альпии плавления, а также параметры взаимодействия между молекулой и растворителем, можно определить растворимость при комнатной температуре. Важно это из точки зрения фармакологии, важно это из точки зрения синтеза всевозможных новых веществ, не обязательно фармакологически, потому что речь идет не только о растворимости в воде, речь идет и о растворимости в других растворителях. Это вопросы очистки, синтеза. В общем, растворимость в этом свете является важнейшим свойством. Как раз уже были разработаны методы предсказания растворимости. В том числе можно предсказывать растворимость не точно и без полного понимания того, какова ошибка, без моих изысканий, но мои изыскания позволяют четко знать, либо точно предсказывать растворимость, либо оценивать ошибку в уже существующих попытках ее предсказывать. Михаил, вот сейчас нашу передачу смотрят родители тех родителей, которые мечтают или хотят, может быть подсознательно и хотят, чтобы их дети выбрали научную карьеру. Таких много, у немногих это получается на самом деле, тем не менее, определенный престиж, определенный статус этой работы, гордость, которую там у родителей. Я хочу вот что спросить вас. Вот растет сын или дочка лет восемь-десять уже. А на что бы, на ваш взгляд, стоило бы обратить внимание в поведении, в интересах этого ребенка, которые бы подсказали, что у него есть задатки человека, который в науке скажет слово. И вообще эта тема ему, возможно, интереснее будет. Вообще забавно, что вы задаете мне этот вопрос. Мне 22 года, и я еще... То есть, единственное, что я могу... Я задаю этот вопрос, почему? Потому что очень свежи в порядке. Да, еще плюс и минус свежи. Да, поэтому мне это интересно. То есть, я могу только по собственному воту ответить, а чтобы более четкий ответ дать, вы меня лучше позовите лет через десять, когда я, по крайней мере, через мои руки пройдут студенты какие-то хотя бы, и школьники, потому что я занимаюсь со школьниками Олимпиадами. Ну, раньше я занимался больше. Может быть, я потом снова буду заниматься больше. Может быть, еще лет через двадцать у меня вырастут дети. В общем, опыта будет побольше. Ну, а пока что я скажу по своему опыту. Ну, года в четыре-пять у меня появились штук десять, может быть, энциклопедий, географии, анатомии, истории открытий, какой-то энциклопедический словарь, атласы. Ну, в общем, я их читал. Они мне очень нравились, и несмотря на то, что дома было много других книжек, в том числе художественной литературы… Во сколько лет начали читать? М? Во сколько лет начали читать? Мне говорят, что я… бабушка мне, по-моему, говорила, что я года в два уже первые какие-то там слоги читал. По-моему, это очень рано. Но вроде как вот именно так. В три года я уже читал нормально. Может быть, по слогам, но… То есть, если ваш ребенок читает три года, уже к нему присмотритесь? Дальше? Дальше. Ну вот, то есть я зачитывался прямо этими энциклопедиями, готов их был перечитывать раз за разом. Особенно вот энциклопедии по истории открытий. Ну, потому что там как раз-то были вопросы физики, химии, вопросы изобретений. То есть, наверное, да, если ребенок интересуется тем, как было открыто то или иное явление, если ему интересно, как работает тот или иной прибор, то, конечно, он должен быть либо… Ну, у него есть… Задатки научного работника. Задатки научного работника или инженера. Научного мышления, скажем так. Да, научного мышления. А как получилось так, что связали судьбу с химией? В какой момент вот этот щелчок, фазовый переход случился? Ну, какой и как он произошел? В принципе, я в течение всей школы тяготел к естественным наукам, ну, то есть до того, как появились естественные науки в программе. Я очень любил математику, хотя и историю я тоже очень любил. В седьмом классе я влюбился в физику, а в восьмом классе, ну, вместе с тем, и в химию. Я участвовал во всех олимпиадах и, в принципе, с химией мне оказалось по пути, потому что в олимпиадах по химии у меня были самые большие успехи. В конце восьмого класса проводили естественную научную олимпиаду на химфаке. И по итогам этой олимпиады отобрали несколько ребят, в том числе меня, которые потом более углубленно занимались здесь. То есть вы уже с восьмого класса в университете, по большому счету? Да, с конца восьмого класса. Курировал мою подготовку, делился литературой и психологическими советами Бориса Николаевича Соломонов, а тренировал непосредственно по решению задач Игоря Алексеевича Седова. Вот, собственно, поэтому суть подготовки сводилась во многом к тому, что нужно было изучать университетскую программу, потому что специфика олимпиад по химии, в отличие от олимпиад по математике, такова, что задачки просто требуют знания университетской программы за первый-третий курс. Так что в течение девятого-одиннадцатого класса я и готовился по этой программе, и даже сдавал экзамены. Так что к моменту поступления в университет многое из того, что мне надо было проходить на парах, я уже сдал и даже не ходил на них. У меня было свободное время, которое я мог посвятить в научной работе. Ну вот такая история того, как я оказался связан с химией. Вот сейчас в нашем обществе есть очень четкие клише успешного человека. А, как правило, с наукой это не связано. Это бизнес, это силовые структуры, там, высшие должности, например. Вот. То есть то, где люди могут зарабатывать большие деньги. То есть определенный образ жизни, который это позволяет вести. такие. Вот. Я считаю, что это, конечно, неправильно, потому что клише должны создавать такие не футболисты, не хоккеисты, не бизнесмены. Хотя бизнесмены, особенно талантные бизнесмены, это великие люди и действительно продвигающие человечество. И уж тем более не там какие-то силовики, а люди науки. И когда мы говорим о тех родителях, которые мечтают видеть своего ребенка в науке, очень часто одним из останавливающих мотивов для них является то, что ребенок будет мало зарабатывать, он не будет успешным в материальном смысле. Вот. По ощущениям, по самоощущениям, да, вы в науке сможете реализоваться и в материальном смысле? Вообще, когда я шел на химфак, а я хотел только в науку, тоже были, конечно, такие опасения и у моих родителей, и у меня, но они достаточно быстро развеялись. И сейчас у меня в целом нет таких опасений. К счастью, получается, что с нынешним уровнем финансирования, когда ты работаешь в конкурентоспособной лаборатории, которая делает хорошую науку на международном уровне, зарплаты, доходы, они даже на уровне европейских. А когда доход на уровне европейского, в России жить даже получше, пожалуй, что будет. Поинтереснее. Откуда это все берется? Какие есть меры поддержки? Начнем с того, что помимо ставок, которые предусмотрены в университете, есть индивидуальные меры поддержки от, например, ректора в адрес молодых ученых, именные стипендии, за которые нужно бороться, для них надо представлять. Ну, то есть нужно иметь какое-то достаточное количество статей, хорошую продуктивность, проекты представлять. То есть это вот внутриуниверситетские меры поддержки. И, кроме того, это грантовая система от Министерства образования и науки, всевозможные молодежные гранты, которых очень много стало, всевозможные гранты с коллаборацией с университетами других стран или российскими университетами. И у нас, к счастью, за них есть возможность бороться. Их в целом не так много, но благодаря тому, что у нас очень сильная инфраструктура в институте, у нас очень сильный на кафедре и в институте набор кадров, коллектив позволяет совершенствоваться тебе самому. У нас есть все возможности выигрывать эти гранты. Я приведу конкретные примеры. С прошлого года, то есть второй год, проходит конкурс для аспирантов на гранты от Министерства образования. Он где-то несколько больше миллиона рублей. Аспиранты его пишут вместе с научным руководителем. У нас, и в прошлом, и в этом году его писало, где-то человек шесть аспирантов. И пять из них, то есть пять из шести за этот год, этот грант выиграли. О чем это говорит? Это очень высокий уровень конкурентоспособности. И когда у тебя есть такой грант, с него можно получать, скажем, до сорока тысяч рублей в месяц. Я буду говорить конкретные цифры, не буду стесняться. То есть сорок тысяч с этого гранта. Ставка преподавательская, какая-то преподавательская ставка или доля преподавательской ставки, стипендия аспиранта. Но все это складывается в вполне неплохую сумму. Можно еще и с других грантов каких-то получать средства. Так что все достаточно неплохо. Такой момент, который я хотел бы тоже обратить внимание и задать этот вопрос. Вот в процессе нашего общения вы регулярно делаете отсылку к своим наставникам. Борис Николаевич Соломонов, который наиболее ведущую роль в вашей судьбе сыграл, и вы называли несколько еще других людей. Вот этот феномен наставника, насколько он сработал в в твоей карьере, условно говоря, не встретишься ты с Соломоновым в свое время в восьмом классе. Как думаешь, вообще получилось бы выйти вот на такой уровень сейчас? Насколько это важно? Ну, это имеет, конечно, ключевую роль. Наставник. Понятно, что вопрос наставника — это вопрос, какой ты будешь заниматься научной работой. То есть к кому ты попал, той темой ты будешь заниматься. От этого зависит и коллектив, в котором ты оказался, и оборудование, и знания, которые ты получишь. Но наставник — это ведь не просто преподаватель и организатор науки. Это ведь еще и пример. Это именно психологический наставник. Потому что я перенимал и перенимаю способ мышления, наверное, и во многом способ, как себя вести. Это касается не только меня, я замечаю за другими, что они часто копируют манеру научных руководителей. Это достаточно забавно. То есть получилось бы у меня что-нибудь, если бы я не встретил Бориса Николаевича Соломонова, наверное, я бы не знаю, где бы я вообще оказался. Сложно совершенно сказать. Стал бы я заниматься углубленным в итоге химией или физикой, или математикой. Но, наверное, с ним я добился максимум, скажем так. Когда вы говорите о том, что наставник — это еще образ мышления, которое впитывается его падаванами. Сенсей — падаван. Правильно понимаю, что именно из этого вырастают школы. То есть школа — это такая традиция мышления. Научная школа — это определенная традиция мышления, которая передается с поколения в поколение. ученое поколение ученых. И когда мы говорим о химической школе Казанского федерального университета, это как раз те особенности традиции мышления, которые, возможно, еще заложены там были в начале века. И вот они вот через поколение вот так передается. И каждый новый джедай в науке, его в юные падаваны, они впитывают его в особенности мышления и потом транслируют дальше. Дополняя, конечно, новыми знаниями, своими психологическими особенностями. Но вот эту линию, наверное, такую прочеркнуть можно. Есть такое ощущение, что вы общаетесь с теми людьми, на самом деле, которые вот еще закладывали это все, может быть, до революции еще вот эти вот такие традиции, может быть, они через какие-то капельки пробиваются. Есть такой момент? Мысль, конечно, интересная. Чувствую ли я преемственность от Зинина, от Бутлерова? Ну, конечно, все знают о Казанской химической школе. И я горд вообще находиться здесь, чувствовать себя, по крайней мере, частью этой истории. Ну, я надеюсь. То есть это было бы очень хорошо остаться частью этой истории. Но все-таки надо понимать, что Казанская химическая школа — это школа химиков-органиков. Мы занимаемся физической химией на органических объектах, но я не проводил в жизни, ну, для своей научной работы ни одного синтеза, на самом-то деле. Так что отношение к Казанской химической школе у меня только, ну, я очень горд быть здесь, но в научном плане скорее я этого не вижу. Традиционный вопрос, который я задаю очень проще всем гостям нашей студии. Вы находитесь на, ну, звучит это скопарно, опять же, ну, передней край науки. То есть люди, которые изучают литературу, свежую литературу, журналы, да, вот они этот край науки чувствуют, наверное, мне кажется, вот, докуда она дошла. Я, такой вопрос, он провокационный, на самом-то деле, и может быть даже неправильный, но звучит хорошо. Кто будет следующий наубийский лауреат по химии? То есть, зная этот край, зная, где там такие наиболее прорывные точки или болезненные точки, да, где там мысль бьется человеческое, о каких-то пунктах и где, возможно, прорыв случится. Вот есть это ощущение, что в какой тематике, может даже кто, возможно, будет такой прогноз? Ну, прогнозы. Прогнозы на эту тему, они всегда… Дело неблагодарное. Дело неблагодарное. Все это говорят, но нам интересен этот элемент. Да, я, кстати, на самом деле расскажу смешную историю. Я… Мы на кафедре обычно не обсуждаем, кто там, кто станет лауреатом. Хотя, в принципе, в каких-то университетах наверняка есть широкое обсуждение. Я год назад читал прогнозы на эту тему. Мне было интересно, что предсказывают прогноз 9 ученых, которые могут получить Нобелевскую премию по химии. И что бы вы подумали? Угадали ли хотя бы кого-то из 9, кто мог получить Нобелевскую премию? Нет, ни с одним не угадали. Я прогноз все-таки сделаю просто, исходя из того, какие работы были на слуху в этом году и исходя из того, какие работы должны заслужить премии по совокупности лет. Наверное, все-таки учитывая специфику этого года, премия будет связана с медициной. То есть вообще в последние годы очень часто премия по химии уходит за медицинские работы или за работы, которые имеют отношение к медицине. Ну и в принципе это правильно, потому что Нобелевская премия – это ведь не просто награда, она показывает людям, вот идите в этом направлении. Да-да, это вектор. Вот почему интересный вопрос для меня. Для меня было абсолютным откровением то, что разработали лекарство Залгенсма для лечения спинальной мышечной атрофии. может быть зрители тоже слышали. То есть это укол, который позволяет излечить генетическое заболевание. То есть это смертельное генетическое заболевание. Ты родился и ты обречен на смерть через пять лет. То есть это вроде бокового амитрофического склероза, только еще хуже. То есть оно появляется у младенцев и без шансов абсолютно. Похоже, заболевание у Хокинса был, по-моему, из них. Да, вот как раз у Хокинга именно он был. Но СМА оно с рождения появляется. Я, конечно, не специалист, чтобы проводить проверки, но примерно это похоже. То есть вот Залгенсма – это препарат, который его полностью излечивает. Вы представляете, вы родились с генетическим дефектом, и его нет. Дальше можно жить как нормальный человек. Работает оно не в ста процентах случаях, там вроде процентов 70, но это уже громадный прорыв. Это то, что произошло в этом году, и то, чем я был невероятно впечатлен. То, что по сумме достижений должно заслужить Нобелевской премии, возможно, наверное, CRISPR-Cas. Это методы работы с ДНК и РНК. На этом методе основана разработка, в том числе, лечение генетических болезней. На слуху уже много лет. В 2019 году ходили разговоры о том, что должны вручить пионерам этого исследования Нобелевскую премию. Я не знаю конкретных фамилий. Конечно, очень много людей этим занимались, и сложно сказать, кто там пионер. Так же, как и Залгенсмой. Это, наверное, два основных момента. Скажите, теория, которую разрабатываете вы и коллектив Казанского химического института имени Бутлера, КФУ, они применимы к подобным разработкам в будущем, с ДНК, связанными с, по суспензиям вы сказали, но это, скажем так, носитель больше. А вот там, в том векторе, на который человечество показывает, ребята, туда-туда двигайтесь. Нам это важно, чтобы прорывы получили. Ваши исследования, как кирпичик, может, подспорьем для этих исследований? То, что я назвал, я откровенно скажу, нет. Нет, да? Нет, тут нет. Это отношение, все-таки, к биологии имеет минимальное. То есть, у вас больше материала, наверное? Да, это, скорее, вопрос материаловедения. Тоже важный. То есть, например, вот в России, если возникла такая проблема после событий, соответственно, санкционных, когда шла разработка самолета МС-21, по-моему, не ошибаюсь, это новый авиалайнер, для которого были разработаны крылья на основе полимеров. То есть, и за счет этого, от того же отказа от металла, облегчили конструкцию, чтобы получился конкурентоспособный самолет. Ну, выяснилось, что материал, который делают полимеры, он из Японии или из США. Соответственно, с началом санкции просто закрыли, и новое крыло из металла, оно портит самолет. А наших пока нет таких полимеров. Вот в этой сфере разработки каких-то полимеров для экстремальных условий, на самом деле, а полет — это экстремальные условия, вот ваша теория, она подошла бы к разработке таких материалов? Ну, учитывая, что я сказал, что она исключительно широка по своей природе, то есть, вопросы о режиме термической обработки, она имеет отношение к режимам. То есть, это вопрос не синтеза конкретной молекулы полимерной, а вопрос о том, условия обработки. Да, она имеет к этому отношение. Ну что ж, наша программа подходит к концу. В общем-то, это был очень интересный разговор. Я хочу представить еще раз нашего гостя. Это Михаил Искандорович Ягафаров, кандидат химических наук, представитель химической школы Казанского федерального университета, химического института имени Бутлерова. Я ведущий Рустам Вафин, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова